Доброе утро! Вы смотрите новости на канале ОТС. С вами Дмитрий Белькевич. В этом выпуске вы узнаете, где в области уже запустили отопление, когда в Доволенском районе откроют новую поликлинику и как хотят отбить нюх у лесных вредителей. Подробности далее. Доброе утро! Доволенского района будут получать квалифицированную и качественную медицинскую помощь в новых условиях. В райцентре вскоре откроют новую поликлинику. Она рассчитана на 350 посещений в смену и сможет обслуживать население сел Довольное, а также Покровка и поселка Баганы соседнего района. Это крупный объект даже в масштабах региона. Площадь свыше 4,5 тысяч квадратов. Будет в поликлинике и современная техника. Объект планировали сдать в декабре, но подрядчик уверен, сдаст досрочно уже в сентябре. 3 тысячи жителей Новосибирской области включены в федеральный регистр доноров костного мозга. Пополнение списка продолжают. Поэтому в Новосибирске прошел один из этапов федерального марафона по привлечению людей, которые готовы поделиться своими кровотворными клетками. Федеральный регистр создан год назад. Сейчас в нем 200 тысяч записей. Но этого мало для такой большой страны, как Россия. Ведь донорство костного мозга не может идти, по примеру, крови, когда достаточно совпадения группы и резус-фактора. Гемопоэтическими клетками могут поделиться только генетически близкие люди. Для того и существуют эти регистры, чтобы эта база была максимально полная и была представлена большим количеством генотипов. Чтобы каждый нуждающийся в трансплантации мог найти себе генетического двинника. Поэтому сегодня, когда приходит человек, чтобы заявить о себе как о потенциальном доноре костного мозга, никаких процедур по его забору не происходит. Если здоровье соответствует всем требованиям, сдается кровь, чтобы провести типирование, генетическое исследование. А дальше ждать, когда, возможно, кому-то понадобится помощь. Может быть, это не произойдет никогда. Так что главное качество донора костного мозга – морально-психологическая готовность помогать. Главное, чтобы мой костный мозг подошел к какому-то человеку, чтобы я кому-то могла помочь. Ну и, конечно, главное – следить за своим здоровьем, чтобы в случае, если будет необходимость кому-то помочь, я могла это сделать. Формируя федеральный регистр, новосибирские специалисты первым делом обратились к донорам крови. Это люди, что называется, испытанные. Но и остальным сибирякам вход не закрыт. Для того и проводят марафон, чтобы привлечь внимание широкой аудитории. Константин Клещин, Алексей Баженов, Новости ОТС. Дорожную карту защиты лесов разрабатывают в Новосибирской области. Упор сделают на внедрение новых методов борьбы с насекомыми и вредителями. Эту тему обсудили на выездном совещании в Искитимском районе. Участие приняли не только экологи, но и представители сферы науки. Эксперты утверждают, вредители наносят природе ущерб, сопоставимый с лесными пожарами. Например, 24 гектара лиственницы сибирской из 30 поражены почковой галицей. Чтобы насекомое истребить на территории Скитимского и Карасукского районов, предпримут экстренные меры. Например, проведут феромонное дезориентирование, чтобы вредители нюх потеряли. Нет опыта, нет работы. Новосибирские выпускники вузов испытывают сложности при трудоустройстве. К таким выводам пришли эксперты платформы Суперджоп. Они провели тематический опрос среди молодых специалистов. Так, 64% респондентов столкнулись с проблемами при поиске работы из-за отсутствия профессионального опыта, а 12% зачаровались низкой зарплатой, ожидали большего. Еще 7% выпускников пожаловались на малое количество подходящих вакансий. Среди других трудностей респонденты отметили отсутствие у работодателей программ стажировок, неподходящий график работы, удаленность от дома и невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу. 7 человек госпитализированы в Новосибирской области с диагнозом COVID-19. Это следует из данных портала stopcoronavirus.rf за период с 28 августа по 3 сентября. Всего же за это время в регионе выявлены 43 новых случая. Это не вспышка и не новая волна, а ритмичность, объясняют эпидемиологи. И с новыми штаммами болезни это никак не связано. Рост заболеваемости в сопоставимых масштабах будет отмечаться раз в 3-4 месяца. И не только в нашей области, но и по всему миру. Однако необходимости в массовой вакцинации нет. Вирус приобрел характер простудного заболевания, подчеркивают специалисты. Однако для лиц из группы риска вакцина лишней не будет. Причина высокой смертности, заболеваемости, преступности, травматизма, ДТП и бытового насилия. Почти 50 тысяч человек в год умирает в России от причин, связанных с алкоголем. Причем это трудоспособное население. Эксперты отмечают, в деревнях сильнее пьют и последствия тяжелее. Эту неделю Минздрав страны посвятил сокращению алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Особое внимание направлено на борьбу с зависимостью, сокращение потребления и популяризации трезвого образа жизни. Ни для кого не секрет, что алкоголь негативно влияет на здоровье, качество жизни людей. В том числе и на репродуктивную функцию взрослых. Как мам, так и пап. Последствия этого сказываются на здоровье детей. Почти 6 миллионов рублей из областного и районного бюджетов направили на ремонт спортивного зала Сейской школы в Куйбышском районе. Как результат, детей увлечены спортом стало заметно больше. Обновленный спортивный зал в школе открывают на праздничной линейке. Повод для радости серьезный, говорят дети и учителя. Это такой торжественный момент для нас, именно открытие нашего любимого спортзала. Конечно, не сравнить, что было раньше и что сейчас. Покрытие, во-первых, это раз. Очень большую роль играет покрытие. То есть, соответственно, разметка в спортзале, новые двери в спортзале у нас появились, освещение. А еще новая электропроводка, вентиляция, система отопления. Строители также привели в порядок фасад, водосточную систему и школьное крыльцо. Ремонтные работы обошлись областному и районному бюджетам почти в 6 миллионов рублей. Его работы выполнены достойно. Это стены, а внутреннее содержание у него, конечно, должно вдохнуть вы. Если будет он центром притяжения, куда ребята будут стремиться, не к экрану монитора, а в спортзал, он будет жить. Пусть этот спортзал будет центром притяжения вашего села. Новые условия для занятий спортом школьники уже оценили. Места стало больше, как будто, и все хорошо. Хорошо бегать на полу тебе, по полу. Бегать хорошо. Это очень хорошее решение нашего вопроса именно для сельских, малокомплектных школ. Такие проекты помогают реализовывать мечты, можно сказать, и достигать спортивных вершин. В следующем году у учеников и учителей появится еще один повод для радости. В школе откроет образовательный центр «Точка роста». Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Новыми редкими животными пополнился новосибирский зоопарк имени Ростислава Ашила минувшим летом. Итоги летней, если можно так выразиться, приемной кампании подвели зверинцы. В итоге по программе обмена в сибирской столице прописку получили пара бентуронгов из Краснодарского сафари-парка, а также венциносные голуби. Первых везли самолетом. Известно, что новые постояльцы прекрасно ладят и не исключено, что вскоре принесут потомство. Также в Сибирь приехали шпароносные черепахи и молодой венциносный журавль. На упаковках с вредной едой может появиться особая маркировка. Всемирная организация здравоохранения рекомендует продукты с превышенным содержанием холестерина или жира помечать специальным знаком. Речь о ветчине, беконе и сосисках. Также в этот список входят сладкие газированные напитки и выпечка и продукты с добавками для вкуса. Сложные углеводы и белок. Диетолог поделилась рецептом идеального завтрака для школьников. Чтобы дети могли хорошо вдумчиво учиться и сохраняли силы весь день, в утрене рацион должны входить цельнозерновые продукты. Если ребенок хочет бутерброд, то только на цельнозерновом хлебе. Обязательно к употреблению белок, творог и яйца. Их можно сочетать с ягодами и овощами. Также подойдет легкое мясо, индейка или кролик. А вот сладости с самого утра лучше не есть. Если ваш ребенок сладкоежка, дайте ему любимую конфету в школу. Более 12 тысяч первокурсников приняли участие в параде российского студенчества. Вчерашние выпускники с размахом отметили посвящение. Учащиеся из 39 вузов и колледжей региона прошлись по Красному проспекту и произнесли торжественную клятву. Мои коллеги подробнее. С флагами и кричалками многотысячная колонна первокурсников движется по Красному проспекту. Стартовали ребята от Дома офицеров, а закончится шествие на площади Ленина. Здесь учащиеся первых курсов произнесут клятву. Давай, давай, сгутся! Парад российского студенчества проходит в Новосибирске в пятый раз. И с каждым годом участников все больше. На площади Ленина педагоги и первокурсники обмениваются клятвами. Торжественно клянемся быть верными единому духу студенческого братства. Клянемся! После торжественного парада праздничный концерт на сцене выступят звездные артисты и поздравят студентов с началом учебного года. Также гости праздника увидели танцевальные номера творческих студенческих коллективов и затем сами пустились в пляс. Хиты двухтысячных, светомузыка, танцы с друзьями. Этот вечер у первокурсников останется в памяти на долгие годы. Это настолько масштабное событие, что здесь прям такая энергетика, масштаб. Это движ для молодежи. Как вам сегодняшний праздник? Что нравится, чего не хватает? 11 из 10. Все нравится, еды не хватает. На празднике студенчества также любой желающий может пройти регистрацию на Всемирный фестиваль молодежи, который состоится в следующем году весной. Татьяна Кияева, Александр Миняйло, Новости ОТС. 14 миллионов рублей потратит Новосибирская мэрия на новые остановки общественного транспорта. Павильоны будут приобретать через госконтракт. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок. В аукционной документации указано, кроме самих остановочных павильонов, подрядчик должен закупить урны для мусора, обустроить заездные карманы и тротуары. Повезет трем районам города – Советскому, Кировскому и Первомайскому. Завершат работу до конца ноября этого года. Хотите увидеть явление, которое происходит раз в 437 лет? Тогда смотрите перед восходом Солнца в сторону Венеры. Несколько дней для землян будет видна невооруженным глазом комета Нисимура. Ее назвали в честь японского астронома, а именно он открыл небесное тело всего месяц назад, 11 августа. А уже потом рассчитали орбиту и выяснили, что в последний раз этот зеленый хвост пролетал мимо нашей планеты еще во времена Коперника. Зеленый, потому что в нем больше газа, чем пыли. Сейчас астрофизики потирают руки. Комета Нисимура может дать нам ценную информацию о происхождении и эволюции Солнечной системы, а также о возможности существования жизни на других планетах. К этому часу у меня все. С вами был Дмитрий Белькевич. Хорошего дня.